смотрим как будет дальше и я почему-то не вижу тут вроде бы в зуме есть такая кнопочка поднять руку там что-то такое сделать вот я у себя сейчас чуть ее не вижу в этой конференции тут поведем какие-то настройки другие вот может быть кто-то из вас попробует поднять руку отлично можете опустить руки я я их по крайней мере вижу то есть то что я не могу так ну вот что мне не нравится что у меня пропадает постоянно мой экран ну тут тоже раньше такого не было я не понимаю в чем дело предположительно это связано с тем что если у меня планшет засыпает ладно я в следующий раз надо поэкспериментировать что нас еще есть несколько минут перед началом настройках планшета можно поставить таймер через который он будет засыпать да я понимаю по видео мне это надо сделать сейчас потому что иначе он ну то есть я не уверен что дело в засыпании честно говоря сейчас попробую найти сколько есть еще время тайм-аут экрана совершенно верно давайте я поставлю сейчас 30 минут 30 минут я точно не буду ничего не рисовать мы проверим еще есть пара минут вот если он не отключится то и хорошо так ну и есть еще чат значит я пытаюсь тут у себя на экране как-то разместить все чтобы я видел ну в чате вроде бы зум показывает когда появляется сообщение в чате это можно посмотреть у меня сейчас открыт скорее список участников с тем чтобы если кто-то там поднимает руку я попробую это увидеть но если вы чувствуете что вы подняли руку а я вас не увидел то во первых если включить звук и поговорить настройки позволяют включить звук вы уже слышали во первых можно все-таки волосом меня прервать но можно написать чате если хотите значит я увижу сообщение и посмотрю то есть я буду в основном смотреть на список участников как буду смотреть у меня глаза будут смотреть конечно на доску я постараюсь в общем то не пропускать если у вас будут какие-то замечания тут как получится так получится да если вдруг вы перестанете меня слышать вы мне про это тоже сообщите там в чате или голосом потому что ну все бывает бывают разрывы соединения хорошо значит вроде бы так мы постепенно и народ подбирается и время подходит ну давайте вот еще я несколько секунд подожду ну я могу начать на самом деле с чего-нибудь предварительного значит напомню у нас был перерыв поэтому наверное стоит в любом случае напомнить на чем мы остановились мы остановились на комбинаторике и было рассмотрено несколько простых комбинаторных задач самое главное у нас появились биномиальные коэффициенты из n по k это как мы знаем во первых коэффициент разложения бинома во вторых это количество k элементных подножить на элементном множестве это основная интерпретация комбинаторная этих чисел но есть много других и сегодня мы как раз будем рассматривать разные другие интерпретации и начну я с такого сюжета это еще одна очень важная еще один очень важный способ понимать биномиальные коэффициенты это монотонные пути в квадранте и что имеется в виду мы уже рассматривали монотонные пути напрямую там все было просто если например разрешается ходить только на одну клетку вправо то прошу прощения вы микрофон выключаете если мы можем ходить ну вот я где-нибудь здесь нарисую на одну клетку вправо то у нас конечно есть ровно один способ добраться из клетки с номером ноль в клетку с номером n потому что пожалуйста если ведете разговоры с кем-то отключайте микрофон вы всем мешаете и вот квадрант это просто точки координатной плоскости вот мы будем всегда начинать с точки ноль ноль и разрешается ходить на одну клетку на одну точку вправо или на одну точку вверх то есть увеличивать либо абсцессу либо ординату каждой точки на единицу вот я сейчас нарисовал путь который ведет из точки ноль ноль в точку три три мы будем обозначать через таб количество монотонных путей как раз изначало координат в точку с координатами аба давайте поймем как найти это количество ну во первых у нас есть простая рекуррентная формула если у нас есть точка с координатами аба как мы можем в нее попасть есть ровно два варианта либо из точки с координатами абсцесса та же ордината на единичку меньше либо из точки у которой наоборот абсцесса на единичку меньше ордината та же самая получаем такой рекуррентная соотношение извините да чате спрашивают запись лекции будет да извините я не заметил вопрос запись вроде бы идет я надеюсь что будет то есть не зум показывает что запись идет вам кстати тоже должен показывать там в левом верхнем углу экрана всякие значки статуса и там идет запись в облако единственное что это запись может появиться не сразу по опыту весеннему я знаю что зум не всегда успевает обрабатывать достаточно быстро то есть может быть пройдет несколько дней прежде чем эта запись появится такое возможно ссылку я выложу на вики странице когда ее узнаю ну если ее не будет вы тоже не поленитесь мне напомнить потому что мало ли что я могу забыть про это то есть сегодня она скорее всего не появится по опыту это проходит все таки два-три дня пока она появляется ну не знаю может быть зум улучшился за это время да так возвращаемся к нашей рекурренте рекуррента вот такая очень простая вот у нас здесь объясняется действительно у нас есть ровно два способа попасть в эту точку слева или снизу соответственно у нас есть какое-то количество путей которые проходят вначале в эту точку а потом идут направо в нашу либо те пути которые вначале идут в эту точку а потом идут вверх вот такая рекуррента одной рекурренты конечно недостаточно нам нужно еще что-то сказать про граничные случаи граничные случаи это ровно то о чем я уже говорил граничный случай это если у нас одна из координат равна нулю тогда мы получаем как раз вот такой вот путь по прямой там мы ответ знаем там единица поэтому у нас вот получается вот такой набор соотношение и он определяет числа значит вот я сейчас сделаю подсчет секундочку ну ладно мне не удается изменить масштаб с каким начал с таким придется и жить что-то тут не работает значит можно начать считать вот скажем в точку с координатами 0 0 мы можем одним способом прийти ну вот если идти по вертикали то это всегда будет 1 а вот в этой точке значит пользуемся рекуррентой 1 плюс 1 это 2 в этой точке тоже пользуемся рекуррентой 1 плюс 2 это 3 тут тоже 3 ну дальше это можно продолжить то есть мы можем вот так вот насчитывать число монотонных путей ну и те кто хорошо помнят бинамиальные коэффициенты уже наверное заметили что у нас они и получились действительно это так оно и есть так оно и есть у нас имеется такое соотношение мы можем выразить количество монотонных путей через бинамиальный коэффициент это просто-напросто бинамиальный коэффициент из суммы координат по одной из координат ну или через факториалы это можно записать как по обычной формуле для бинамиальных коэффициентов как доказать это утверждение на самом деле это не очень сложно вот смотрите мы уже несколько раз использовали такой прием и мы можем строить соответствие здесь то же самое здесь есть просто комбинаторное доказательство давайте я его проиллюстрирую вот прямо на этой картинке выберу какую-нибудь другую цвет давайте на пути которые у нас есть писать буквы вот если мы идем направо я пишу букву x вот та координата которая увеличится если иду вверх пишу букву y тут снова пишу x y y x то есть вот этому пути я сопоставлю такое слово просто читая эти буквы вдоль пути я получаю слово то есть у нас есть соответствие между буквами и между буквами и путями то есть у нас есть путь давайте я даже напишу монотонный путь 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 из 00 ВАП и мы ему сопоставляем слово в алфавите из двух букв значит чем это слово замечательно давайте посмотрим можем ли мы определить его длину конечно можем потому что смотрите каждое увеличение координат это одна буква слова значит длина этого слова это просто-напросто извиняюсь длина этого слова это просто-напросто а плюс б это и в нем что ж такое в нем а буквы x ну и б буквы y но это нам даже не важно причем соответствие заметьте взаимно однозначное если у меня есть путь я уже объяснил как я строю слово но если у меня есть слово какое-нибудь там скажем x x y ему будет однозначно соответствовать монотонный путь вначале мы два раза должны пойти вправо и потом один раз вверх таким образом можем себе представить опять таки такой граф где вершины одной доли монотонные пути вершины другой доли слова вот указанной длины И этот граф – парасочетание степени каждой вершины в левой доле единицы и степени каждой вершины в правой доле единицы. Значит, количество вершин в левой и правой доле одинаково. Это и есть то, что у нас утверждается. Количество монотонных путей равно… Тут написан биномиальный коэффициент, но мы-то уже знаем, что биномиальный коэффициент равен количеству слов в алфавите из двух букв, где задано количество букв одного вида. Вот таким образом у нас получается для биномиальных коэффициентов сразу несколько характеризаций. Это коэффициенты в биноме, это количество k-элементных подможеств и n-элементного множества. Это, как мы видим, количество монотонных путей. То, что много характеризаций, позволяет нам разные свойства этих коэффициентов устанавливать, используя разные эти характеризации. То есть мы можем использовать комбинаторику, можем использовать алгебру, даже анализ. Можем использовать вот эту геометрическую картинку. Геометрическая картинка, кстати, посмотрите, вот здесь она нарисована. Ее обычно рисуют иначе. Есть так называемый треугольник Паскаля, в котором записаны биномиальные коэффициенты. Сейчас я его нарисую. Он практически такой же, только повернутый. У меня постоянно сбивается. Почему-то там, где не нужно, пишет, а там, где нужно, не пишет. Сейчас попробую в другом месте написать. Я извиняюсь, но как-то мне не удается настроить планшет так, чтобы он работал хорошо. Ну вот такой проблемы у меня просто раньше не было, я не знаю. Вот тут я нарисовал треугольник Паскаля. Значит, мы располагаем биномиальные коэффициенты в строчке. То есть, вот это нулевая степень, это первая степень. То есть, тут просто написано единица. То есть, он мне не разрешает вообще. Здесь почему-то разрешает писать. Не разрешает писать посредине экрана. Интересная особенность. Ну и так далее. То есть, каждая строчка отвечает своей степенью. И это, на самом деле, то же самое, что мы видели в монотонных путях. Потому что, смотрите, правило очень простое. Вот число, которое стоит в строчке треугольника Паскаля, просто равно сумме двух чисел, которые расположены слева выше от него, и справа выше от него. Это и есть те самые монотонные пути, о которых мы говорили. Значит, секунду. Вот этот путь, он вот такой. Ну, хорошо. Давайте теперь посмотрим, какие свойства есть у бенемиальных коэффициентов. Их довольно много. На самом деле, все их перечислить за один раз точно не получится. Я хочу некоторые простые свойства посмотреть. Ну, например. Например, такое свойство. Строчки треугольника Паскаля симметричны. Сейчас скажу, как. Вот смотрите. Вот посмотрим на строчку 1, 3, 3, 1. Видно, что начинается и заканчивается на одно и то же, потом опять одно и то же число. В следующей строчке то же самое. Как это записать в виде соотношения на бенемиальные коэффициенты? Ну, что у нас стоит в строчке треугольника Паскаля? Стоят бенемиальные коэффициенты из n. Что ж такое? Мне надо как-то бороться с настройками планшета. Он почему-то неправильно реагирует на стилус. В строчке стоит вот такая последовательность чисел. И что значит, что она симметрична? Это означает, что... С из n пока равен, а с из n минус k пока. Совершенно верно. Ну, я предпочитаю писать бенемиальные коэффициенты, а не с, а в остальном совершенно верно. То есть у нас k и бенемиальный коэффициент равен n минус k. И как это доказать? На самом деле проще всего это доказать как раз из формулы. Потому что мы знаем, что... Да что ж такое, почему... Этого не было. Я прошу прощения, но вот к этому я психологически был совершенно не готов. Этого не было ни разу до сих пор. Что-то в настройках планшета изменилось по видео, возможно, после обновления системы. И я не отследил это. А там, кажется, эту кнопку можно перемещать. Может, ее повыше переместить? Да, да, да. Она реагирует не на кнопку, по-моему. Она реагирует на определенные места экрана. Ну, может быть, получится. Спасибо. Если получится, большое спасибо. Значит, ну, смотрите. Бенемиальный коэффициент выражается такой формулой. Ну, ясно, что эти числа равны. Они же отличаются только перестановкой множителей и знаменателей. Хорошо. Давайте посмотрим. Да, ну, можно сразу сказать, что комбинаторные рассуждения тоже позволяют очень легко доказать эту формулу. Что мы имеем? Вот у нас есть k-элементное множество. И если я возьму n-элементное множество, если я возьму дополнение, то это будет n-k-элементное множество. То есть это взаимно однозначное соответствие. Я уже видел в чате, что люди пишут биекции. Это действительно биекция. Я пока это слово не использую, потому что мы еще не определили, что это такое. Но это действительно биекция. Пока я говорю взаимно однозначное соответствие. Но это будет то же самое. То есть, в принципе, у этой формулы, но она простая, и у нее есть очень простая интерпретация. Второе свойство, которое можно увидеть из картинки треугольника Паскаля, что, смотрите, коэффициенты вначале бенемиальные растут, потом уменьшаются. Так будет всегда во всей строчке. Бенемиальные коэффициенты возрастают к середине. Ну, а потом уговорят. Это можно разному доказывать. Опять-таки, можно просто формулой воспользоваться. Но формула проще даже комбинаторно. Вот смотрите, давайте рассмотрим опять-таки граф. Теперь уже не пара сочетания. К элементные подмножества. И К плюс один элементный подмножество. Я хочу сравнить два соседних бенемиальных коэффициента. Вот тут у меня стоят К элементные, тут К плюс один элементный. Соединяю я ребром в этом графе те пары множеств, которые... Ну, тут да, я даже зря пишу знак равенства. Это, конечно, строгое включение, потому что множество разного размера. Те пары, которые содержат... То есть, вот тут у меня К плюс один элементный множество. Если оно содержит вот это К элементный множество, то я провожу ребро. Давайте посчитаем просто степени вершин этого графа. В скольких К плюс один элементных множествах содержится К элементное множество? У нас есть К элементное множество. Есть еще Н минус К элементов. Я могу выбрать любой из них. То есть, здесь степень равна Н минус К. А здесь чему равна степень? Сколько у меня, вот если у меня есть К плюс одно элементное множество, сколько К элементных множеств оно содержит? Ну, можно взять любой элемент и выбросить его. Получится К элементное множество. Значит, здесь степень равна К плюс один. Ну, и из нашей общей формулы мы получаем такое равенство. Биномиальный коэффициент из Н по К умножить на Н минус К. Просто строго равен биномиальному коэффициенту из Н по К плюс один умножить на К плюс один. Ну, и если мы хотим сравнивать эти числа, это можно переписать иначе в виде пропорции. Ну, и теперь, когда числа возрастают? Когда эта дробь меньше единицы, да? А когда такая дробь меньше единицы? Ну, это легко видеть. Давайте это преобразуем. У нас получится, что 2К меньше, чем Н минус один. То есть, К меньше, чем Н минус один пополам. Ну, вот это и означает, что коэффициенты растут к середине. Пока коэффициент меньше половины, он увеличивается. А когда достигает середины, начинает уменьшаться. Ну, если коэффициенты нечетные, как вот в этой вот строчке, то, понятно, у нас Н минус один пополам в данном случае будет единица. То есть, увеличивается только вот этот коэффициент. А этот уже не увеличивается. Он чуть меньше, чем Н пополам. И он уже не увеличивается. Вот такое, значит, тоже свойство симметричности есть. Давайте что-нибудь еще посмотрим. Какие-нибудь простые свойства треугольника Паскаля. Ну, вот, например, такое. Например, такое. Вот у нас есть биномиальный коэффициент. Это вот строчка. Одна строчка. НТ. Потом идет Н плюс первая строчка. А под ним, в Н плюс второй строчке, стоит биномиальный коэффициент. Ну, вот, как нетрудно видеть с такими числами. Потому что вот здесь будет стоять Н плюс один по К. Здесь будет стоять Н плюс один по К плюс один. И вот мы можем утверждать, что вот это вот число, которое стоит ниже в треугольнике Паскаля, оно по крайней мере в два раза больше, чем вот этот коэффициент. То есть, если смотреть на столбцы в треугольнике Паскаля, на столбцы, там числа увеличиваются очень сильно. Они увеличиваются, по крайней мере, в два раза. Давайте я напишу больше либо равно. Как раз посмотрев на картинку, я понял, что бывают случаи, когда равенство. Как это доказать? Здесь проще всего воспользоваться интерпретацией как раз биномиальных коэффициентов, как числа монотонных путей. Вот смотрите, вот это вот, это... Секунду, я вначале нарисую штата, раз у меня красный цвет стоит. Теперь напишу формулу. Вот это вот, это количество путей. Давайте посмотрим, в какую точку, значит, абсцисса, скажем, К плюс 1. А ордината, ну, разность того, что осталось. То есть, Н минус К плюс 1. А Н пока это число путей в точку с абсциссой К и ординатой Н минус К. Вот тут я сейчас нарисую прямо эти точки. Вот смотрите, вот точка с координатами К, Н минус К. А где расположена точка с координатами К плюс 1, Н минус К плюс 1. У нее обе координаты увеличились на единицу. Поэтому есть два способа попасть из этой точки в эту. А давайте теперь посмотрим, какие бывают вообще монотонные пути в эту точку. Они делятся на три группы. Первая группа использует вот такой вот путь. Проходит через эту точку, использует вот такой путь. Вторая группа использует вот такой путь. Ну, и, наконец, есть третья группа, которая вообще через эту точку не проходит. Таких путей может не быть, тогда будет строгое равенство. Смотрите, тут получилось, у нас есть два пути. Если мы идем через эту точку, то мы двумя способами можем увеличить обе координаты на единицу. Отсюда множитель двойка. Ну, и обычно это даже больше, потому что есть еще пути, которые через эту точку не проходят. Ну, давайте еще посмотрим на еще какой-нибудь пример. Например, такая замечательная вещь. Давайте. Знак очередующаяся сумма строчки треугольника Паскаля. Ну, вот, скажем, берем 1, минус 3, плюс 3, минус 1. Получается 0. Я утверждаю, что она всегда равна 0. Извините, там вопрос в чате. Там, наверное, вместо n плюс 1 должно быть n минус k. Секунду. В каком месте вы, может, голосом скажете, потому что я не вижу, в каком месте должно быть. Там, где картинка справа. Картинка справа. А, картинка справа. Да, конечно, конечно. Извините, там n минус k. Да, спасибо. Все, теперь увидел. Да, все правильно. Там, в картинке, со словами я говорил, что координаты на единицу меньше, а написал не то. Хорошо, теперь давайте посмотрим на знак очередующейся суммы. Ну, вот она равна 0. Здесь это не очень удивительно, потому что давайте вспомним, что у нас числа в треугольнике Паскаля симметричны. И, конечно, если я из единицы вычту минус единицу, получу 0. Из минус тройки вычту тройку, снова получу 0. В общем, ничего удивительного. Но, заметьте, что если я возьму четную строчку, тогда будет единица минус 4 плюс 6 минус 4 плюс единица. Я снова равно 0. Но теперь уже так просто не сгруппируешь слагаемые, потому что со знаком минус стоят две четверки, а со знаком плюс единица шестерка единица. Ну, вот, тем не менее, это всегда так. И проще всего доказать этот факт, написав разложение бинонов. Я же говорил, что нам надо будет нужна алгебра. Сейчас будет пример с алгебрами. Раз у нас есть такое равенство с многочленами, мы можем вот что с ним сделать. Мы можем подставить в него какие-то конкретные значения. Многочлены замечают не тем, что их значения можно вычислять в некоторых точках. Давайте возьмем подходящую точку, скажем, х равно 1, у равно минус 1. Что у нас тогда получится? Ну, слева получится 0. Нет сомнений. А что получится справа? Давайте подставим. Получится вот такая сумма. И фактически у нас, смотрите, у нас и получается знакопеременная сумма. Вот это вот число, когда k равно 0, оно равно минус 1 в степени n. Когда k равно 1, оно меняет знак и так далее. Но будет постоянно менять знак. Минус 1 в четной степени единица, в нечетной степени минус единица. Ну, тут у нас начинается с минуса. Так как я написал, надо было бы подставить наоборот х, равное минус единице или х, равное единице. Но это не очень важно. Почему? Потому что понятно, что если все знаки инвертировать, то у меня просто число заменится на противоположное. Но 0 противоположен 0. Поэтому это как раз и будет, буквально так, как у меня написано, это будет выглядеть вот так. Минус из n по 0, плюс из n по единице, минус из n по двойке, плюс и так далее. То есть, это и есть то свойство, о котором я говорил. То есть, видите, оно выполняется и для нечетных строчек, и для четных треугольники Паскаля. Выполняется, хотя на самом деле есть комбинаторные доказательства и для четных, но оно более сложное. Можно применять и анализ. Это я, пожалуй, уже сейчас делать не буду. В принципе, есть примеры, когда помогает анализ. В задачах, которые будут для семинарских занятий, там такие примеры будут. Можно и комбинаторно доказать, а можно, используя дифференцирование. Многочлены мы еще можем брать производ. Я не буду подробно писать, я просто напишу саму формулу. Вас уже почти заведомо научили дифференцировать многочлены. Давайте я напишу здесь единицу, чтобы от одной переменной было. И вот в результате, когда мы разложим вот это вот по биномиальной формуле, мы получим некоторое соотношение, которое на биномиальные коэффициенты. Давайте я это сейчас пропущу, потому что примеры можно продолжать очень долго, но мне хочется вас познакомить с двумя другими, чуть более далекими примерами. Не то чтобы уже свойства биномиальных коэффициентов, а некоторые родственные понятия. Вот следующее, о чем я хочу сказать, это так называемые мультиномиальные коэффициенты. О чем это речь? Ну, в бином у нас было две переменные. Теперь представьте, что у меня переменных много. Ну, скажем, к. Я их возвожу в энтую степень. В любом случае мы знаем, что целое алгебраическое выражение можно представить как сумму маномов. Вот давайте это запишем в виде суммы маномов. Тут, конечно, возникает проблема у нас какой-то произвольный начин, как его записывать. Давайте договоримся. Значит, маном у нас это что такое? Это такое вот выражение х1 в какой-то степени, х2 в какой-то степени, хк в какой-то степени. Вот для краткости я это буду записывать вот так. Я буду вводить последовательность показателей элеменных. Ну, обозначать ее, скажем, греческой буквой, чтобы не путать с числами. И записывать этот маном сокращенно как х степень альфа. То есть у меня появится какое-то разложение, но будут еще числовые коэффициенты, так же, как и в случае обычного бинома. Вот эти числовые коэффициенты, они и называются мультиномиальными. Тут уже, поскольку у нас целый вектор такой, нужно писать вот так вот. Тут уже буква С, по-моему, никем не используется, а вот такое обозначение со скобками вполне себе принято. Ну, и дальше вот я пишу. Тут можно было бы написать, конечно, альфа, но я для наглядности. Обычно комбинаторики пишут числа явно. Хотя это не всегда удобно. Если неудобно, то пишут сокращенно. Вот это вот и есть мультиномиальные коэффициенты. А можно еще разок? Как их считать? Ну, вот это х1 степени а1, х2, а2. Как это еще раз происходит? Ну, вот смотрите. Вот давайте какой-нибудь конкретный пример рассмотрим. Там х1 плюс х2 плюс х3. Там, не знаю, в какой-то в шестой степени. Когда я буду раскладывать это выражение, у меня появится, скажем, такое выражение. х1 четвертый, х2, х3. Ну, и что-то еще, конечно. Там много слагаемых. Но вот такое слагаемое точно появится в этом разложении. Как его записывать? Ну, нам надо как-то его указать, отличить от остальных маномов. Для этого, когда маномы равны. Маномы равны, когда все степени у всех переменных одинаковы. Поэтому мы смотрим просто на показатели степеней. Это набор неотрицательных целых чисел. Потому что у нас, конечно, может еще быть, например, вот такой маном. Вот тут у нас получается последовательность 4, 1, 1. А тут получается последовательность 0, 3, 3. Итак, для каждого манома я могу выписать последовательность степеней. Потом, как обычно, мы приведем подобные и появятся коэффициенты. То есть вот здесь вот это вот альфа, оно указывает на все возможные наборы. Давайте я тогда напишу все-таки. Значит, какие у нас условия? Эти числа неотрицательны и их сумма должна равняться n. Вот такие маномы у нас могут быть. Когда мы раскрываем n той степень суммы нескольких переменных, что у нас может получиться? У нас вот на этом примере видно, что когда мы... Мы должны из каждой скобки взять по одной переменной. Значит, всего у нас получится 6 букв. Более того, на самом деле это имеет отношение к тому, как мы будем вычислять эти мультиномиальные коэффициенты. Мы можем еще и вначале помнить последовательность, то есть помнить, какая буква пришла из какой скобки. Сейчас я ровно про это собираюсь рассказать. Но для начала я прям сформулирую утверждение. Как выражаются мультиномиальные коэффициенты? Они тоже выражают через факториалы. В числителе стоит n факториал, а в знаменателе стоит произведение факториала всех вот этих показателей. То есть, скажем, вот здесь у нас мультиномиальный коэффициент из 6 по 4, 1, 1. Это будет 6 факториал разделить на 4 факториал. Ну, можно 2 раза еще на 1 факториал умножить, но понятно, что ни на что не повлияет. То есть, это будет 30. Извините, там в чате спрашивают, что такое x в альфе, x в степени. Альфа – это сокращенное обозначение для последовательности коэффициентов. Я мог бы здесь написать вот точно такую же длинную формулу, но я хочу, чтобы вы постепенно привыкали, что к такому сокращенному векторному обозначению. То есть, это будет x в 1 в степени а1 умножить 2. Да, это в точности. Смотрите, вот это вот. Это в точности оно. Да, почему такой вот мультиномиальный коэффициент будет всегда натуральным числом? Давайте подумаем. Это будет иметь отношение к нашему рассуждению. Откуда берется этот коэффициент? Вот смотрите. Ну, тут конкретный пример, а тут общий пример. Как мы можем привести к сумме маномов? Мы можем вначале раскрыть скобки. Что это означает? Я из каждой скобки должен выбрать один из вариантов. То есть, вот тут я могу выбрать x1 или выбрать x2 или выбрать x3. Потом из следующей скобки. У меня в шестая степень, это значит, просто написано 6 таких скобок. Из следующей скобки я выберу что-то еще. Например, снова x1. И следующий там x2 и так далее. Из последней там, допустим, x3. Но вот чтобы получить, вот скажем, такой маном, это у меня что получится? Произведение переменных. Но мы знаем, умножение же коммутативное. Любой такой маном, он приводится вот к такому виду. Просто мы перегруппируем переменные, и у нас получится x1 в какой-то степени, x2 в какой-то степени, x3 в какой-то степени. Ну, скажем, вот чтобы получить такой маном, мне надо будет написать там x1, x1, x1. То есть из первой скобки я взял x1, из второй x1 и так далее. Из четвертой взял наконец x2 что-нибудь другое, из пятой снова x1, из шестой x3. И получится вот ровно то, что здесь написано. Я имею в виду, почему факториальная запись будет в итоге натуральным числом. Там же не факт, что разделится цело на цело. Нет, я понимаю, мы сейчас это докажем. Значит, то есть у вас вызывает сомнение, почему вдруг так странно эти факториалы поделились. Ну, это теорема, я ее сейчас буду доказывать. То есть сомнение было не в том, что коэффициент целый, а почему такая формула. Ну, вот такая формула. Значит, биномиальные коэффициенты и факториалы обладают очень разными свойствами. И иногда они делятся на совершенно непонятные вещи, которые можно только комбинаторно объяснить, почему происходит деление. Хорошо, значит, как же я буду это доказывать? Ну, первый способ, я его подробно рассказывать не буду, чтобы подсократить время. Он очень простой. Нардин, все, я подумал, как. Простите, у вас вопрос какой-то? Ну, будем считать, что не вопрос. Значит, первая идея очень простая. Давайте доказывать индукции по числу переменных. Если k равно 2, мы уже формулу знаем. Это формула бинома. Тут же, посмотрите, будет написано ровно то, что нужно. Потому что сумма a1 ak равна n. Значит, это и получится a1 факториал a2. А2 будет равняться n минус a1. То есть получится как раз формула для биномиальных коэффициентов. Ну, а дальше возьмем это выражение, выделим одну последнюю переменную, запишем бином относительно всех предыдущих и, пользуясь индуктивным предположением, все докажем. На самом деле это тоже такое доказательство несложное. Я его сейчас подробно рассказывать не хочу, но, может быть, конспекте лекции запишу, потому что там нужно писать длинные формулы. Мне кажется, оно не очень наглядное. Я хочу комбинаторное доказательство представить. Оно очень поучительное. Это тоже вот про те самые соответствия, о которых я сейчас все время упоминаю. Значит, во-первых, что мы видим? Вот на том примере, который мы разбирали, мы видим, что у нас фактически есть k-элементный алфавит. Вот как найти мультиномиальный коэффициент? Это количество слов в k-элементном алфавите, в которых а1 буквы x1, а2 буквы x2 и так далее. То есть мы фактически что делаем? Мы задаем, мы задаем, сколько букв разрешается какого сорта использовать. Вот, скажем, вот в этом вот примере нам разрешается использовать четыре буквы x1, одну букву x2, одну букву x3. Порядок их может быть какой угодно, потому что порядок, мы же просто извлекаем слова из скобок, ну, из каждой скобки должны выбрать одну из переменных. Выбрали, получили слово. И в этом слове нам нужно, чтобы вот встретилось там заданное количество буквов. Одного вида, другого, третьего и так далее. То есть вот это вот и есть комбинаторная интерпретация мультиномиальных коэффициентов. Из нее, на самом деле, формулу очень легко получить. Давайте подумаем, как. Для этого... Эти вот слова давайте обозначу множеством. Для этого я опять построю граф. У него одна доля будет а, а вторая доля будет, ну, то, что называется СН, перестановки n элементов. И как же мы будем соединять? Вот тут у меня слово, а тут перестановка. Нам нужно определить, какие у нас будут ребра. Чтобы определить ребра, я сделаю вот что. Я возьму числа от одного до... А что написано в скобках? СН, а... Перестановки n элементов. Я попробую написать более разборчиво. Перестановки, я напомню, что это такое. Это слова длины n в n элементном алфавите, где каждая буква встречается ровно по разу. И вот я эти n элементов считаю, что это числа от одного до n и разбиваю их на группы. Вот это вот первая группа. Это вторая группа и так далее. Всего у меня будет k групп. Теперь смотрите, что я делаю. Я беру перестановку. Вот я сейчас хочу определить, когда слово w связано с перестановкой. Я беру перестановку и заменяю числа. Извините, пожалуйста, вы не могли бы повторить вот вторая группа? Это какая группа? Это числа от a. В первой группе 1 элементов, во второй – 2 элементов. Вторая группа начинается с a1 плюс 1. Вот числа от 1 до a1 я в первую группу назначил. Вторую группу я начинаю назначать следующие числа, но в количестве a2 штук. Ну вот скажем, опять-таки, на конкретном примере, чтобы, может быть, было более понятно, который у нас уже был. Там у нас были числа 4, 1, 1. И группа будет такая. Вот первая группа – это 1, 2, 3, 4. Вторая группа – это только число 5. А третья группа – это число 6. И теперь я делаю следующее. Я заменяю… У меня есть перестановка. Это слово длины n. Я хочу построить тоже слово длины n, но другое. Я заменяю числа вот из первой группы на x1. Числа из второй группы на x2. И так далее. Последнюю на xk. У меня получается слово. Вот это и есть слово, которое соединено ребром с перестановкой pi. Поскольку, вы видите, я по перестановке однозначно определил слово. Я просто взял группы вот эти вот, каждой группе а и т элементов. Я заменил числа из каждой группы на соответствующий номер, ну, на переменную в соответствующем номерах. Получилось слово той же самой длины n. И мы точно знаем, что в этом слове a1 букв x, потому что у нас в перестановке все числа встречаются ровно по разу. То есть, каждое из вот этих вот чисел будет заменено на x1. Значит, это слово будет определенно однозначно. В нем будет правильное количество букв a1 букв x1, a2 букв x2 и так далее. И тут степень равна единице. А тут какая степень? Вот нам теперь хорошо бы определить вот эту вот степень. Давайте посмотрим, сколькими способами можно из слова получить перестановку. Вот у меня есть слово. Вот. Я начну вот с того же самого примера, который у меня был. И мне нужно получить перестановку из трех. Вот на числа, разбитые вот таким вот образом. Да, вот тут x1. Числа, разбитые на группы вот таким вот образом, я хочу здесь написать перестановку. Значит, смотрите, что я знаю? Что там, где x2, я должен написать 5. У меня вообще нет никаких вариантов, потому что там в этой группе всего одно число. Там, где x3, я должен написать 6. А там, где x1, я могу писать числа 1, 2, 3, 4 в произвольном порядке. Я получу перестановку, которая с этим словом связана ребром. Потому что ведь, когда я делаю вот этот переход от перестановки к слову, я фактически забываю, какое именно число на каком месте стоит. Я теперь фактически вижу только места, на которых стоят числа из данной группы. А что и как там стоит, ну, не очень важно. Не то, что не очень важно, а любая последовательность нам годится, это существенно. И сколько же есть таких возможностей? Вот сколько есть возможностей поставить числа 1, 2, 3, 4 на эти 4 позиции? Ну, конечно, 4 факториала. Количество перестановок. То есть, любая перестановка первых 4 чисел нам годится. Я теперь возвращаюсь к вот этой вот формуле. Как определяется степень? Вот сколько у нас перестановок соответствует данному слову? Те перестановки, которые получают... У нас позиции для чисел из первой группы уже определены. Есть А1 факториал возможности их расставить. Есть также А2 факториал возможности расставить числа из второй группы. Ну, в этом примере это единица. В общем случае, это может быть какое-то большее число. Дальше. Ну, заканчивается АКТ факториал. Вот мы и получили нужную нам формулу. Посмотрите. Вот она. То есть, мультиномиальный коэффициент. Это количество слов. Умножить на вот такое произведение факториалов. Равен N факториал. Общему количеству перестановок. Поделим на вот это произведение факториалов. И все получится. Так что, видите, чудесным образом это число обязательно целое. Это так вообще говоря действительно не очевидно. Числа можно подбирать по-разному. Можно было бы думать, например, что мы как-то можем там какое-то простое число, которого там. Но в N факториале все простые числа меньше N содержатся. Поэтому это все не так удивительно. Ну, хорошо. Значит, вот такая формула для мультиномиальных коэффициентов. И давайте я уж сразу еще приведу какой-нибудь пример, как эти мультиномиальные коэффициенты возникают в задачах. Ну, вот такой простой пример. График дежурства. Есть три человека, которые должны дежурить шесть дней. Каждый хочет дежурить два дня. Сколько есть вариантов составить график дежурства? Давайте я людей как-нибудь назову A, B, B. График это что такое? Это мы должны указать, кто в первый день дежурит, кто во второй день дежурит, кто в третий день дежурит, кто в четвертый день дежурит, кто в пятый день дежурит, кто в шестой день дежурит. То есть, видите, получается в точности слово длины шесть, в котором букв поровну. Ну, по две. То есть, ответ мы сразу получаем. Мы знаем, что это из шести нужно взять вот такой мультиномиальный коэффициент. То есть, это шесть факториала разделить на два факториала, на два факториала, на два факториала. Ну, поделить несложно. Значит, четверка сократится с четверкой, двойка сократится с двойкой, и останется шесть умножить на пять на три, и это девяносто. Вот, в сущности, один из типичных способов применения мультиномиальных коэффициентов при решении комбинаторных задач. Ну, какие-то еще тоже будут на семинарах задачи такого типа. Теперь я хотел бы рассказать еще про одну тему. Ну, давайте я дам ей официальное название. Сочетание с повторениями. Но прежде чем речь пойдет о сочетаниях с повторениями, я хочу вернуться к формуле бинома. Ну, не бинома, точнее, а вот такого мультинома. Мультиномиальный коэффициент нас сейчас не интересует, а нас интересует, сколько разных маномов Прошу прощения. Там последний член в этой скобке х-ценный? Х-катый. Спасибо. То есть, вот тут мы вычисляли коэффициенты, а теперь меня интересуют, коэффициенты не интересуют, а интересует, сколько слагаемых будет, когда я приведу подобные. Сколько разных маномов. Ну, например, давайте какой бы пример рассмотреть. Ну, 3 переменные и степень... Сколько? Ну, пусть будет 5. Х1 в пятой. Или это слишком много? Нет, давайте пусть будет степень 3, а то мы замучимся выписывать. Х1 в кубе. 3 переменные у меня сейчас. Х1 в квадрате х2, х1 в квадрате х3, х1, х2, х3, х1, х2 в квадрате. Это другой маном, заметьте. Нам существенно какие степени, ни при каких переменах. Х1, х3 в квадрате. Что еще не пропустил? Или пропустил? Давайте подумаем. Что я не написал? Х3 в квадрате х2. Ну, х2 в квадрате надо написать. Х3 в квадрате х2. Х2, х3 в квадрате. Х2 в квадрате мы же не получим. Х2 в кубе, естественно. х3 в кубе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Значит, теперь я уверен, если я не написал какой-нибудь маном дважды, но вроде бы такого не случилось, то я уверен, что я выписал все маномы степени 3 от трех переменных. Но вы видите, при этом подсчете очень легко ошибиться, потому что что-то можно пропустить, что-то написать два раза. На самом деле, можно написать точную формулу. Это 10, это совершенно не случайно. Это, сейчас я напишу в немножко странном ее виде, но вы поймете, почему я именно так делаю. Ну, давайте по 3 положим, почему. То есть, это из 5 по 3, это как раз 10. То есть, количество этих маномов тоже оказывается биномиальным коэффициентом. И вот это одно из проявлений того самого комбинаторного числа, которое называется сочетание с повторениями. Но прежде чем говорить про сочетание с повторениями, давайте я вот эту задачу о подсчете числа маномов сформулирую более точно. Что нам, по сути дела, нужно? Я напомню еще раз, что маномы задаются последовательностью степеней. Я сейчас еще раз выпишу. Какое у нас есть условие? Показатели степеней, извините, они должны в сумме давать n, должны быть неотрицательными, ну и целые. Я нигде это раньше не писал, но ясно, что нужно целые. И если два таких набора показателей различаются, маномы разные. То есть в сущности нам нужно найти количество решений вот такого уравнения. У нас k переменных, a1, a, k. Мы знаем, что в сумме они должны давать n. И знаем еще, но это не совсем уравнение, тут еще есть вот условия неотрицательности. Мы знаем, что числа должны быть целыми и неотрицательными. Это в точности количество маномов. Ну, почему это называется? Это есть число сочетаний с повторениями. Оно в некоторых комбинаторных книжках обозначается из n пока, но с двумя скобками. Я сразу напишу теорему, которую я уже в частном случае приводил. Потом будем ее доказывать, но даже вначале, прежде чем доказывать, обсудим еще некоторые интерпретации этого числа. То есть вот это и называется число сочетаний с повторениями. Почему такое странное название? Давайте вспомним, что у нас была интерпретация обычных чисел сочетаний как в таком виде, что у нас есть лототрон, в котором лежат шары, пронумерованные от 1 до n, и мы вытаскиваем k шаров. Нас не интересует, в каком порядке мы их вытащили. Интересует, что получилось. Ну, фактически под множество. А вот чтобы говорить о числе сочетаний с повторениями, это как в теории вероятности так любят говорить, выборка с возвращением. То есть представьте, что мы действуем иначе. Мы в лототроне n шаров, мы его прокрутили, один шар выпал, мы на него посмотрели, записали это число, и шар вернули в урну. То есть шар может прийти еще раз. При этом в этой записи, она у нас, конечно, даст нам какую-то последовательность, то есть слово, но порядок нам несущественный. Мы хотим знать, сколько раз выпал шар с номером 1, сколько раз выпал шар с номером 2 и так далее. То есть мы в точности получим вот это вот число. k – это будет количество разных шаров, а n – количество испытаний, которые мы проводим. То есть вот такая интерпретация числа сочетаний с повторениями. Ну и, наконец, еще одна интерпретация, может быть, самая удобная для доказательства теоремы, она вот какая. Допустим, у нас есть n монет. n одинаковых монет. И нужно их раздать k людям. Сколько способов это сделать? Ну, на самом деле, то же самое число сочетаний с повторениями, как нетрудно видеть. Почему? Потому что мы должны указать, сколько монет первому человеку достается, сколько второму и так далее. Сколько достается последнему. То есть в сумме у нас, поскольку все монеты мы хотим раздать, сумма должна равняться n. Ну и количество неотрицательное, потому что мы предполагаем, что монеты не отбирают. Это была бы другая задача. Хорошая задача, кстати, если еще можно сколько-то отбирать. Надо будет подумать. Скажем, на экзамен. Придумать задачу, где монеты можно не только раздавать, но и отбирать. А там вот такой хороший вопрос. Теоремия после n, k. А там случайно не k внизу? Почему там n? Да, там внизу n плюс 1 минус 1 по n. Там не пока разве должно быть? Ну, нет, не пока. Значит, должно быть. Мы можем, пользуясь симметричностью, записать еще вот так. Не пока. То есть, когда мы выражаем через биномиальные коэффициенты, с тремя скобками меня спрашивают. С тремя скобками я пока не видел. Вообще, в математике в основном двойственность возникает. Поэтому две скобки на самом деле указывают, что вот эти числа двойственные вот этим в некотором смысле, которые я объяснять не буду. Значит, давайте еще раз я проверю, не ошибся ли. Но я сейчас буду доказывать, если я в формуле ошибся, мы это увидим в доказательстве. Вы смотрите тогда внимательно за доказательством. То есть, мне кажется, что все правильно. Как я буду доказывать? Я вот эту интерпретацию с монетами собственно и привел для того, чтобы мне было удобнее писать доказательства. Давайте сделаем так. Давайте расположим монеты, которые мы хотим раздать. И сколько способов поставить перегородок между ними? Да, да, да. Снотоки уже сразу говорят про перегородки. Действительно. Допустим, мы хотим раздать 7 монет. Семи людям. Как мы это можем сделать? Давайте выложим монеты в ряд и отметим, кому какие монеты. Монеты одинаковы, поэтому неважно. И отметим, кому какие монеты достаются. Ну, скажем, первому мы вообще ничего не дадим. Второму дадим 2 монеты. Третьему опять ничего не дадим. Четвертому дадим снова 2 монеты. Пятому, скажем, ничего не дадим. Шестому дадим 1 монету и седьмому 2. То есть, вот у нас получится число 2. 2, ой, 0, извините. 2, 0, 2, 0, 1, 2. В сумме получилось 7. И это неудивительно, потому что я просто считаю количество монет. Мы их уже выложили на стол. Их 7 штук. С другой стороны, вот эти вот границы, перегородки, как их обычно называют, мы можем ставить где угодно. И сколько перегородок? Перегородок в данном случае 6, а в общем случае будет k-1. Почему? Потому что мы хотим монеты разделить на k-групп. Для этого нужно k-1. Если у вас есть палка, которую вы хотите разрезать на 3 палки, вам нужно сделать 2 разреза. Потому что у нас есть до первой перегородки и после последней. Поэтому количество частей на единицу больше, чем количество перегородок. Ну и в сущности это все. Потому что теперь смотрите. У меня возникает взаимно однозначное соответствие. Что вот эта картинка означает? Она означает фактически слово, ну в таком странном немножко алфавите, перегородка и монета. Ну какая нам разница, как мы называем буквы алфавита? Почему слово? Потому что это все упорядочено. Я должен читать эту последовательность, чтобы восстановить числа. Я должен читать последовательность слева направо. И мы видим, что по такому слову решение нашего уравнения, вот этого, восстанавливается однозначно. Ну и наоборот, если у меня есть решение, я, конечно, могу расставить перегородки подходящим образом. Я поставлю первую перегородку после А1 монет, вторую после А2 монет. Но некоторые числа могут равняться нулю, тогда перегородки будут идти подряд. В общем, мы опять получим слово. То есть соответствие взаимно однозначное. Ну а сколько слов? То есть у нас какая длина этого слова? Мы получаем слово. В алфавите перегородка монета. Длины. Давайте считать длину. Было N монет и K минус 1 перегородка. В котором N монет. И K минус 1 перегородка. То есть вот теперь возвращаемся к этой формуле. Мы помним, что биномиальный коэффициент – количество N элементных подножеств. N плюс K минус 1 элементного множества. Вот. Это оно и есть. Если мы будем смотреть на подножества, которые задаются позициями монет, мы получим вот эту формулу. А если будем смотреть на подножства, которые задаются позициями перегородок, мы получим вот эту формулу. Ну, мы уже выясняли, что биномиальный коэффициент – это симметричный, поэтому ничего удивительного, что эти числа равны нет. Итак, получается такое интересное соотношение. Так, у меня еще есть немножко времени. Очень хорошо. И мы фактически задачу решили. То есть мы выразили сочетание с повторениями через биномиальный коэффициент. Но выражение, видите, такое не вполне очевидное. И я хотел бы под конец еще одно решение дать. Для этого давайте посчитаем количество монотонных путей путей длины К на прямой из нуля в Н. Ну, вот опять теперь у нас прямая, а не квадрант. Есть 0, есть Н. И вот мы можем делать какие-то шаги монотонные. То есть мы двигаемся все время только вправо. Вот в этой иллюстрации К равно 3. Как более формально сформулировать, что мы ищем? Мы фактически ищем количество монотонных последовательностей, строго возрастающих. целых чисел в количестве К плюс 1 штука. Почему К плюс 1 штука? Потому что количество ходов на единицу меньше, чем количество позиций. Это мы уже много раз с этим сталкивались. При этом мы знаем, что Х1 должен равняться 0, а ХК плюс 1 должно равняться Н. Как найти такое количество? Ну, смотрите. Поскольку у нас начало и конец жестко заданы, все, что мы можем сделать, это выбрать позиции промежуточных ходов. Сколько у нас есть промежуточных позиций? Промежуточных позиций у нас К минус 1. А сколько у нас возможностей, из чего мы выбираем? Числа от 1 до Н минус 1. Вот получили ответ. То есть, что я тут использую в этом рассуждении? Я использую то, что монотонный путь, он фактически задает множество, он однозначно задается множеством чисел, через который он проходит. Раз он монотонный, мы никогда не возвращаемся назад, то если у нас есть тут какое-то множество нам сказали, мы уже знаем, что его нужно пройти единственным способом. Вначале пойти самое маленькое число, потом следующее и так далее. Отсюда получаем такой ответ. Но, с другой стороны, мы можем посчитать это число иначе. Давайте напишем длины ходов. Получим такое условие. А1 плюс А2 плюс АК равняется Н. Поскольку длина, как раз расстояние от нуля до Н это Н, поэтому должно равняться Н. Ну и вот и должны получить число в сочетании с повторениями. Они получили. Число в сочетании с повторениями мы уже нашли, оно другое. В чем тут дело? Извините, а у нас разве не должен быть здесь не строгий знак X1, X2? Нет, когда мы говорим про монотонные пути, мы говорим про строгие. Но вы правы, проблема именно в этом. Если бы мы разрешили стоять на месте, у нас, допустим, мы рассматриваем другие пути, когда в какой-то момент мы можем стоять на месте, ну или не строго возрастающие последствия. У нас получилось бы вот это. А так получается вот это. Но давайте, тем не менее, попробуем эти числа как-то свести концы с концами. Значит, что мы теперь знаем? Вот тут очень важно, в таких задачах очень важно смотреть на условия. Я вот написал сходу ответ, а вместо этого надо было бы написать условия. А и Т положительные целые числа. то есть здесь нам нужно решить другую задачу. Нам нужно найти количество. Мы так можем найти количество в сочетании с повторениями. Сейчас мы это найдем. Вот количество монотонных путей, оно на самом деле равно количеству решений того же уравнения, но с другими условиями на переменной. Ну, условия на переменной учесть очень легко. Давайте введем. переменные, которые отличаются от АИТ их на единичку. Тогда они уже будут как раз неотрицательны. Условие, что АИТ не меньше единицы, это в точности условие, что АИТ минус один не меньше нуля. и все, что нам осталось, это записать чему равна сумма таких переменных. Сумма АИТ их равна Н, но теперь у нас каждая ИКС ИТ это АИТ минус один, то есть каждая слагаемая еще дает минус единичку в левой части. Ну, я ее запишу в правой части. И вот теперь все сошлось. Теперь бинамиальный коэффициент получается в точности какой нужно, потому что теперь у нас смотрите, число решений такого уравнения, число сочетаний с повторениями это Н плюс К. Там минус, наверное. Минус, да. Согласен. Я смотрю, у меня не выходит. Минус, потому что давайте сейчас для надежности я напишу, то я заговорился уже. Ну, конечно, тут должен быть минус. Если я здесь написал сумму А1 минус 1, А2 минус 1 и так далее, сумма Акатых равна Н, но у меня еще нужно К вычесть. Вот, хорошо. То что-то концы с концами не сошлись. Значит, тут у нас получается минус К плюс К минус 1 и К минус 1. Ровно та формула для числа монотонных путей, которая у нас здесь вот и возникла. То есть, видите, мы получили на самом деле на вот это второе рассуждение можно рассматривать как на вывод формулы для числа сочетаний с повторениями. Ну, вот таким вот способом. Мы число монотонных путей найти можем легко. Число монотонных путей это число решений вот такого уравнения. А чтобы найти число решений вот такого уравнения, мы должны еще все сдвинуть на К. То есть у нас вот и при обратном переходе у нас как раз единичка добавится. У нас было Н минус 1 по К минус 1. А тут нам придется К добавить, потому что мы должны увеличить на единицу вот эти вот перемены. То есть записать АИТЭ, которое равно единице плюс х ну и да, как вот кто-то АИТЭ не равно нулю. Сейчас. Я прошу прощения. А, это я уже сказал. Все. Я понял, да. Значит, ну насчет другой буквы АИТЭ, а у нас переменные были ИИТЭ. Ну, что поделать. Можно было бы другую букву. Люди любят одни и те же буквы. Хорошо. то есть мы вывели формулу для числа в сочетании с повторениями даже двумя способами. Она и возникает многими способами в математике. В общем, такая полезная формула. Давайте еще раз посмотрим, поскольку мы заканчиваем. Ну как, не совсем заканчиваем. Мы к комбинаторике будем несколько раз возвращаться. Но ничего более сложного и продвинутого в комбинаторике у нас уже в курсе не будет. То есть мы видим, что у нас есть два основных правила. Давайте подведем просто итог, что у нас есть. У нас есть два основных правила. Правила произведения, правила суммы. Из правила суммы мы знаем, что мы можем еще формулу включения не исключения получить. А правила произведения вот с вот этим вот уточнением, когда мы строим соответствие, позволяет нам получать формулу для числа размещений, для числа сочетаний. Потом мы получаем для числа сочетаний с повторениями, для мультимемиальных коэффициентов. То есть когда у нас слова в алфавите из нескольких букв. И это вот некоторый такой основной инструментарий элементарной комбинаторики. Пожалуй, единственное, чего я не сказал, но вот у меня еще есть четыре минуты, я скажу, это задача для семинаров будет отдельной задачей, но она довольно трудная. Это скорее задача для тех, кто справляется хорошо с более простыми вопросами. Вообще в комбинаторике рассматривают много разных задач и путях. И вот одна из самых известных состоит вот в чем. Мы ходим не по квадранту, а по треугольнику. То есть нам разрешается ходить внутри вот некоторой такой области. И ходим по прежнему правилу. То есть у нас можно идти на один шаг вправо или на один шаг вверх. И вот спрашивается сколько есть монотонных путей уже по треугольнику из нуля в n. Ну понятно, что их меньше, чем общее количество путей, потому что некоторые пути наоборот заходят за вот эту прямую. То есть может же быть какой-то вот такой вот путь, который наоборот никогда не опускается ниже этой прямой. Поэтому меньше. А на сколько? Удивительный факт состоит в том, что мы можем в точности сказать, насколько меньше. количество таких путей по треугольнику ровно в n плюс один раз меньше, общее количество путей. Ну удивительный факт это вот поскольку я уже упоминал, что иногда факториалы делятся неожиданным образом, вот это еще один пример. С чего бы вот такому выражению делиться на n плюс один? Совершенно непонятно. У нас уже там много чего посокращалось. Не, на самом деле понятно, да, значит, внизу n факториал, верху n плюс, нет, непонятно, это надо считать. Ну, в общем, вот есть такая формула, эту задачу можно решить, хотя она требует некоторых усилий. Значит, там тоже можно использовать правило суммы, разбить все пути на две группы, но дальше нужно проявить некоторую фантазию. Я даже не хочу, все равно подробную про это рассказать у меня уже не получится. Исходно. Что? Простите, что-то сказали? Ну, в общем, я единственное, что добавлю, что это называется числа Каталана, и у них есть огромное количество комбинаторных интерпретаций. Я, вообще-то, думал посвятить им часть своего рассказа, но вот не очень помещается, нам пора переходить к другим вещам. То есть, начиная со следующей лекции, мы... Вот эта лекция заканчивает первую часть курса, можно сказать. У нас разбиение на модуле не совсем отвечает разбиению частей курса. Мы пока жили сравнительно просто. То есть, я, конечно, с самого начала говорил, что надо давать определение, то, сё, там, в графах этих определений было много. Вот дальше будет кусок курса, курса, в котором абстрактных определений будет гораздо больше. То есть, технически он будет проще, чем последние лекции, где была какая-то нетривиальная комбинаторика, но нужно будет переварить большое количество определений и научиться ими пользоваться, потому что это стандартный язык для практически всей дальнейшей математики, которой мы будем заниматься. А может тогда в конспекте лекции указать про эти числа талант или еще где-нибудь хотели о них рассказать? Ну, на самом деле они есть у нас в учебнике, в сущности вот эту формулу проще всего доказать так называемым методом отражения. Ну, меня еще никто не выгоняет, вроде бы, лекция закончилась, то есть, если кому-то уже кто-то устал, это, я говорю, это будет задача, я не хочу подробно рассказывать, потому что это интереснее самим сделать, но я идею расскажу. Вот смотрите, вот такие последовательности, которые ходят в треугольник, это написано в книжке, то есть, в конспекте нашего учебника, на который есть ссылка. Представьте, что у нас есть какая-то последовательность, которая выходит из треугольника, вот какая-то вот такая. Что мы тогда можем сделать? Мы тогда можем она обязательно пересекает прямую, которая идет на единичку выше границы нашего треугольника. И мы можем сделать следующее, мы можем взять вот эту последнюю точку, в которой она попадает на эту границу, и отразить вот этот последний кусочек относительно вот этой прямой. Мы тогда будем попадать в точку с такими координатами. ну, это простая геометрия, метод координат, вы можете посчитать, что если вот взять вот это прямо у равняется х, это прямо у равняется х плюс 1. Если относительно нее отразить точку н, мы получим точку н-1, н плюс 1. Тут проще самому посчитать, чем слушать мои объяснения. Так это видно из картинки. И таким образом мы всем неправильным путям в нашу точку сопоставим пути вот в эту точку. То есть путь в эту точку, любой путь в эту точку, он отвечает какому-то неправильному пути монотонному из нулевой точки в n-r. Значит, нам надо из вот этого биномиального коэффициента вычесть вот этот биномиальный коэффициент. Если потом чуть-чуть попреобразовывать, получится ровно эта форма. Ну, подробнее про числа Каталана, конечно, лучше читать в других книжках. Про них известно очень много. У нас, на самом деле, тоже, если вы посмотрите наш учебник, там минимум четыре, три, по крайней мере, интерпретации есть. А вообще есть больше двухсот комбинаторных интерпретаций числа Каталана и есть некоторые тексты, где это все рассказывается. Но если интересно, вы можете попробовать меня спросить, я могу их поискать. Потому что ну так прям, чтобы двести, это еще я, честно говоря, сразу и не назову. Я знаю некоторые материалы, которые есть онлайн, где порядка сорока интерпретаций около того. Ну, в общем, стандартное определение чисел Каталана другое. То есть, вот это с монотонными путями, это не совсем стандартное определение чисел Каталана, но там с помощью взаимно однозначных соответствий очень легко между разными определениями чисел Каталана делать переходы. Другое дело, что они равны самым неожиданным вещам и не всегда легко понять, как сделать этот переход, но в стандартных случаях это достаточно просто. Ну, хорошо, на этом, наверное, все. Время мое вышло. Какой вопрос? Коллоквиум когда будет? Коллоквиум будет, сейчас, секунду, я гляну календарь. Значит, он, мне даже не на календарь надо смотреть, сейчас я вот, вот куда мне надо смотреть. Я думаю, что он начнется с начала декабря. То есть, вот где-то с 4 декабря можно будет начинать принимать коллоквиум. И в силу разных причин, в том числе вот этих вот ограничений по ковиду, очень может быть, что коллоквиум в этом году будет по группам. То есть, раньше мы проводили коллоквиум, собирая весь поток вместе, и даже весь курс вместе, там и пилотные группы приходили в каком-то порядке. Но сейчас это нам могут просто и не разрешить. И это всегда вызывает очень большие трудности с расписанием. Расписание очень дробное. У всех разные дни выделить. Ну, вот есть, конечно, субботы, по которым у вас устраивают коллоквиумы. И, скорее всего, все равно несколько, я думаю, преподавателей захочет использовать субботу, потому что иначе трудно. Ну, в общем, я бы сказал, что, скорее всего, вот на неделе, которая у нас недели начинаются с пятницы, сколько у лекций в пятницу, вот на неделе, которая начинается с 4 декабря, можно устраивать коллоквиумы. То есть, скорее всего, большая часть коллоквиумов пройдет с 7 по 12 декабря. Я думаю так. Ну, а ну, 5 еще можно. Вот 5 еще можно. То есть, 5-12 декабря, это две субботы, я подозреваю, это самые правоподобные даты для коллоквиумов. Я пока еще не договорился с учебной частью об этом и даже с преподавателями не обсуждал. У меня вот есть такая идея, я ее в начале учебного года преподавателям высказал, что нужно синхронно проводить. Особых возражений не было, но сейчас уже надо что-то решать конкретное и, может быть, появятся возражения. Тут я не берусь сказать, как будет, но, но, скорее всего, так. А вопрос был с чем-то связан? У вас уже какие-то известные ограничения? Ну, скорее, просто когда готовится начинать билеты. Нет, нет, значит, когда готовится начинать, это вопрос правильный, пока нужно учить то, что есть. Значит, я еще добавлю, что, скорее всего, в темы коллоквиума войдут только вот темы вот этой первой части курса. То есть вот то, что я сегодня рассказал, это в коллоквиум точно войдет, а больше не исключено ничего и не войдет. Просто ну, мы хотим, чтобы на коллоквиуме были темы, которые вы решали домашнее задание и получили проверку. А вы примерно представляете, что у нас довольно длинный получается цикл. Вы получаете задачи, сдаете через неделю только проверенные, сдаете домашнее задание и в лучшем случае через неделю, иногда получается дольше, получаете назад. Мы хотели бы, чтобы коллоквиум был по темам, на которые у вас есть от нас обратная связь. Поэтому, скорее всего, в коллоквиум войдут только вот темы, ну, включая эту, то есть по комбинаторику. А в точная программа появится в любом случае за пару недель до коллоквиума, то есть если, как я посчитал, мы начнем коллоквиум, там, скажем, с 4 декабря, если кому-то захочется, ну, 20 ноября, как самое позднее, нужно объявить вам программу коллоквиума. Я постараюсь это и раньше сделать, но не обещаю. Но 20 ноября уж она точно будет. Так что, как именно готовиться, там будет рассказан точный формат, потому что на этот счет тоже у нас есть, ну, примерно известно, как, ага, вот, да, я отключил, извините, свою картинку, но она особо и не нужна. В общем, я сейчас даже не хочу приводить варианты правил коллоквиума. Вы можете посмотреть, какие правила были в прошлые годы, они изменятся не очень сильно, но могут поменяться. Давайте вот нам все-таки пару недель на то, чтобы мы окончательно решили, как именно выбираем коллоквиум. И есть, конечно, что, простите? Повторите, пожалуйста, я не расслышал. Там сказали, ясно, спасибо. А, ясно, спасибо, да. Вопрос. Еще, поскольку сейчас у нас лекции онлайн, возможно, слушает кто-то из тех, кто занимается онлайн, я хочу сразу предупредить, что очень может быть, что правила очного коллоквиума и онлайн будут разными, потому что то, как мы проводим очный коллоквиум онлайн не очень примутно. Но это нам тоже нужно решить, поэтому вот примерно так. Ну, хорошо, значит, есть ли еще какие-нибудь вопросы или уже все? Ну, видимо, все. Можете, пожалуйста, объяснить еще раз, почему в формуле n, ну, вот эти круглые скобки, a1, a2, и так далее, до ака, это равно частному n факториал и произведению факториалов a1, a2, и так далее, до ака. Формула для мультиномиальных коэффициентов, в сущности. Да, 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 именно ее. Значит, ну, смотрите, рассуждение такое. Давайте я, чтобы не повторяться, я попробую сказать то же самое рассуждение другими словами. Вот, что нам нужно, чтобы получить мультиномиальные коэффициенты? Нам нужно выбрать, посчитать количество слов, в которых, в которых длина n, а количество букв каждого вида фиксировано. Как это можно сделать? Я предлагаю посмотреть на эту формулу, как на подсчет, следующим способом. Давайте получать такие слова из перестановок. Вот берем вначале перестановку из n чисел. Числа от 1 до n, каждая встречается ровно по разу. А дальше мы эти числа заменяем на символы из нашего алфавита. Ну, в данном случае алфавит x1, xk. Как заменяем? По некоторому заданному правилу. Мы берем какую-то группу чисел, в которой a1 чисел, ее будем менять на x1. Какую-то группу чисел, тут написаны конкретные формулы, они не важны. Какую-то другую группу чисел, в которых a2 чисел будем заменять на x2 и так далее. Видно, что это правило замены, оно однозначно определяет нам слово. Если у меня есть перестановка какая-то, то слово по этой перестановке будет определено однозначно. Ну, там, например, все тот же пример, который мы рассматривали. Давайте я сейчас напишу какой-нибудь. 2, 3, 1, теперь 5 обязательно, 4, 6. Вот это будет соответствовать x2 обязательно, это мой x3. Это я вот с теми числами, которые я постоянно использовал. Вот этому будет соответствовать x1, этому числу тоже будет соответствовать x1, этому числу x1 и этому числу x1. Вот это вот соответствие понятно, да, как устроено? То есть мы вместо того, чтобы... да, понятно. Ага. А теперь, вот вернемся вот к этой вот картинке. По перестановке слово определено однозначно. А сколько вариантов получить данное слово из разных перестановок? Давайте решать обратную задачу. Есть слово, как восстановить перестановку. Мы знаем, что в тех позициях, которых стоит x1, нужно расставить числа вот от единицы до 1. Сколькими способами это можно сделать? Ну, столько, сколько есть перестановок а1 элементов, потому что мы все числа должны использовать ровно по разу. То же самое для позиций, на которых стоит x2. Мы должны расставить а2 чисел, все их использовать ровно по разу. Их опять-таки а2 факториал. Значит, сколько всего вариантов? То есть это число d? Да, это число d. Сколько у нас... Это число d равное... Вот такому произведению факториалов. То есть мы смотрим, сколькими способами мы можем восстановить перестановку из данного слова. Способ не единственный, есть ровно вот столько способов. Ну, это фактически я тут применяю правила произведения, потому что я смотрю, сколько есть способов расставить числа на места буквы x1, на места буквы x2, на места буквы xk. И получаю вот с помощью правила произведения такой вот ответ. Ну, вроде бы... Понял, спасибо большое. Ага, хорошо. Так, ну, если вопросов нет, я, наверное, закрою просто конференцию. Давайте еще раз попробуйте. Ну, я вижу, что люди все равно выходят, и вопросов никто не задает, поэтому я просто сейчас всех закрою. заявляю. Итак, спасибо. Продолжение следует...